Солдаты и офицеры прощаются с боевым товарищем. Плачут мужчины и женщины. Слезы на глазах даже у командования. Смерть подчиненного командира воспринимают как собственную неудачу. Старший прапорщик Виктор Дихтеевский отдал службе 30 лет. Когда Россия оккупировала Крым, он охранял континентальную Украину на перешейке в районе Чангара. Когда на Донбассе началась война, отправился туда. Цинизм войны Виктор погиб в день своего 48-летия. Перед этим заступал дежурить. Как-то получилось, что на час больше продежурил день рождения. Даты перепутал. Когда мы вышли, я говорю, с днем рождения. Главное, чтобы все вернулись. Смертельное ранение Виктор получил недалеко от села Дьяково Луганской области. Врачи сделали все возможное, но спасти его не удалось. Боевые товарищи говорят, всем, кто выжил, просто повезло. Понимаете, когда осколки тут, снаряды слева и справа тут. Под Богом ходим здесь. Я ехал в той машине, где он сидел в кабине, он получался, от ран скончался. Потому что не то, что оказали помощь, все, укололи, там вопросов нет. Доктор тут по кабину посадили, но получается раны несовместимые с жизнью. О Викторе Дихтиевском вспоминают только хорошее. Службу нес отлично, подавал пример молодым, был прекрасным организатором и спортсменом. Он сранку ездил на велосипеде на службу, в спортивном шеломе, на велосипеде, подъезжал. Все его любили, никому. Все згадывают его таки в добром слове. По официальной информации, во время прорыва из Должанского котла погибли шестеро одесских пограничников. Судьба еще семнадцати до сих пор неизвестна. Понедельник в Одессе объявлен днем траура.